Всем привет! Меня зовут Арсений Прусаков, я фотограф, занимаюсь фотографией уже 7 лет. Я позиционирую себя как свадебный фотограф. Этот мастер-класс предназначен для начинающих фотографов, для тех ребят, кто решил хобби превратить в свою работу. Я расскажу с чего начать, как выбрать свою первую камеру и объектив, на что стоит обращать внимание при съемках. Также мы разберем на примере моей фотосессии, как провести классную съемку, начиная от сборки рюкзака, заканчивая загрузкой фотографии на сайт. Этот мастер-класс вы смотрите бесплатно, благодаря конструктору сайтов Vigbo. Это удобный сервис, благодаря которому вы можете создать свой стильный сайт или интернет-магазин. Кстати, ниже в описании видео вы найдете ссылку на сервис Vigbo и промо-код на 15% скидку на свой сайт. В первой части вы узнаете, как я провожу съемку, как работать со светом, с камерой и с моделью. Все, мы пришли на локацию, это наши ребята-модели. Карина и Свет. Сейчас мы их постимаем. Сегодня я буду снимать на свою камеру, это Canon 5D Mark IV. Также я взял сегодня три объектива. Это новый 35 мм от Canon, который 1.4L. Поснимаем сегодня на 85 мм. 1.4, тоже новый, который, ну как Новый год ему, наверное, где-то. И старый добрый полтинник 1.2. В общем, три таких попростных расстояния 35, 50, 85. Наверное, мое любимое сочетание. Во второй части я расскажу, как отобрать фотографии, обработать их и загрузить на сайт. Поехали. Немного теории. Если вы находитесь в начале своего творческого пути, прежде всего поймите для себя, хотите ли вы заниматься коммерческой фотографией и вы думаете уходить с основной работы, чтобы продолжать заниматься этим делом. Либо же вы, например, просто мама и хотите качественно фотографировать своего ребенка. Если вы относитесь к первой категории, поймите, что фотографии это не так просто, как кажется многим. Знайте, что, чтобы добиться успеха, этим придется заниматься каждый день своей жизни, упорно, постоянно, отдавая всего себя. Но если же вы относитесь ко второй категории, то это видео, конечно же, тоже будет полезно для вас. Так как я в нем расскажу, как я делаю свои фотографии, вы подчеркнете для себя что-то нового, приобретете новые знания. Также для камеры я использую такие разгрузочные ремни. Очень удобно в том плане, что можно снимать сразу на две тушки, можно повесить два фотоаппарата, не нагружается шея. Плюс еще я одеваю такую напоискную сумку для объективов. В Newswear есть такая фирма. Делают очень удобные сумки. Может быть не очень презентабельные, и часто меня сравнивают с каким-нибудь шахидом, но мне пофиг, я фотограф. Мне удобно так работать. Теперь отвечу на самые популярные вопросы начинающих фотографов. Есть такое заблуждение, что если купить дорогую технику и дорогую оптику, то сразу ты начнешь делать крутые фотографии. Это не так, потому что залог крутой фотографии это скорее правильный свет, ракурс, композиция, сюжет. Но уж точно не техника. Я уверен, что даже на простенькую зеркалку и дешевый объектив можно сделать крутую картинку. Сейчас идет эра цифровых фотоаппаратов, но я все-таки продолжаю снимать на зеркальную камеру, потому что вижу большую разницу в картинке. Сейчас на улице яркое солнышко. Я знаю, что для многих фотографов жесткий свет это большая проблема. Но я начну снимать именно в жестком свете. Покажу, какие настройки я выставляю, как я в нем снимаю. На камере мы ставим минимальное ISO. Это 100. Дальше я выбираю значение диафрагмы. Самая открытая диафрагма на этом объективе это 1.4, но я поставлю, может быть, что-то 2.8, потому что я знаю, что я снимаю пару и не буду совсем открывать дырку, чтобы у меня все-таки они оба находились в фокусе. Но при этом не стану ее закрывать слишком сильно. Также я практически 80% своего времени снимаю по экранчику Live View. То есть я не смотрю видоискатель, я все время снимаю по экрану. Какое преимущество, когда вы снимаете по экрану? Во-первых, я вижу сразу картинку, которая получается. Плюс, когда вы снимаете по экранчику, пропадает эффект фотографа. Так очень удобно снимать, например, репортаж, потому что, когда к вам подходит человек вот так вот с камерой, то, как правило, у людей возникает какая-то зажатость, начинают чувствовать себя неловко. Когда я снимаю по экранчику, то я могу смотреть на людей, я могу там переглядываться с ними, улыбнуться, подмигнуть. При этом я буду держать камеру там чуть ниже, и пропадает этот эффект фотографа. Люди больше доверяют тебе, что ли? Выбор камеры, конечно же, будет зависеть от вашего бюджета. Если у вас небольшой бюджет, я бы посоветовал взять какую-нибудь простую, недорогую камеру, типа Canon 5D Mark II, я начинал снимать на эту камеру. Сначала настраиваю ISO, если это естественное освещение, солнышко, тень, неважно, на улице дневной свет, оно всегда будет минимально. Диафрагма в зависимости от того, что вам надо снять, нужно ли мне разбить фон, она будет более открытая. Если я хочу, чтобы у меня было более... Если я хочу, чтобы у меня была плоская картинка, либо может быть какая-то многоплановость, я хочу, чтобы объект здесь был в фокусе и там, допустим, 3 метра от меня тоже был в фокусе, соответственно, я буду закрывать диафрагму и регулирую выдержку для настройки правильной экспозиции. Поехали! Допустим, вы определились с камерой и следующий распространенный вопрос это какой же взять объектив, зум или фикс? Лично я приверженник фикс-объективов и начинал снимать на них. Почему? На фикс-объективах вы получите намного приятнее картинку, чем на зум-объективе, потому что там будет более размытый фон, она будет более резкая. И на фикс-объективы вы сможете снимать даже при плохом освещении. Плюс они недорогие, легкие и классные. Снимать на камеру это все равно, чтобы управлять автомобилем. У вас не должно возникать никаких технических вопросов по работе с камерой. Поэтому, прежде чем сделать свою первую коммерческую фотосессию, вы должны довести свое умение по работе с фотоаппаратом до автоматизма, чтобы на фотосессии уделять внимание таким вещам, как творчество, свет, работа с моделью, а не копаться в фотоаппарате и думать, какую же диафрагму мне сейчас выставить. Соответственно, определившись с жанром, выберите себе неких кумиров. Пускай это будут фотографы, и творчество которых вас будет вдохновлять. И уже к ним идите на мастер-классы. Не жалейте денег на обучение, только вкладывая себя, можно добиться крутого результата. У меня стоит высокоскоростная съемка, то есть я изначально снимаю много, чтобы потом при обработке выбрать один самый крутой. Поэтому не бойтесь снимать большими сериями, это того стоит. У меня есть правило, когда я беру какую-то локацию, ставлю туда моделей, я всегда начинаю с общего плана, чтобы получилась разноплановая картинка. Я сниму сначала какой-то общий, чтобы модели были у меня маленькие, потом подойду, сниму там, допустим, в рост кадр, потом сниму поясной какой-нибудь портрет, потом крупный, чтобы с одной локации у меня были разноплановые фотографии. Обычно модели я ищу в инстаграме или есть такое приложение, которое называется FIMP. Это приложение по поиску моделей, туда можно забить любые параметры, которые вам нужны, не знаю, там рыжая, пара, чернокожая, все что угодно, и найти себе подходящую модель для съемки. Снимаю сейчас на 50 миллиметров, снимаю в контроле в свете. У нас модель сейчас курит, и дым особенно классно тоже смотрится в контроле в солнышке. Если нету стилиста, то я прошу модель просто сфотографировать себя на телефон, просто что у нее есть, и мы вместе выбираем, какие будут у нее луки. Дальше мы определяемся с локацией. Это будет студия, это будет помещение или это будет улица. Если же это будет улица, я бы советовал проводить съемку, за 2-3 часа до заката, во время мягкого закатного солнышка, при котором вы получите самые красочные, сочные фото. Есть разные секреты для того, чтобы раскрепостить модели. Почаще просто делайте им комплименты, почаще подсказывайте, куда деть руки. Я, например, когда фотографирую пару мальчика, я говорю просто, там, пообнимай ее, погладь ее, ну, чтобы он не стоял просто, потому что, как правило, мальчики более нефотогеничны, не любят фотографироваться. Когда только говоришь, там, ну, погладь ее немножко, он начинает ее гладить, они начинают улыбаться, можно там еще как-нибудь пошутить и тем самым вы их разводите на эмоции. Не начинайте съемку сразу после того, как встретились. Попейте сначала кофе, пообщайтесь на сторонние темы, узнайте, была ли фотосессия у модели, может быть, у нее есть рабочая сторона, которая ей больше всего нравится. Во время самой съемки постоянно общайтесь, улыбайтесь, постоянно делайте модели-комплименты, также показывайте фотографии, чтобы модель была уверена в том, что все получается круто и расслабилась, получала удовольствие в процессе. Когда я снимаю в помещении, все время стараюсь снимать с естественным светом, и даже если это будет темное пространство, я все равно выключу везде свет и буду снимать просто у окна, потому что с искусственным освещением работать намного тяжелее, намного тяжелее выставить правильный баланс белого, и мы являемся просто заложниками света, который у нас есть. Поэтому всегда выключайте свет и лучше снимайте при дневном солнышке. Создайте определенную атмосферу. Если вы, например, снимаете дома или в студии, включите музыку. Рабочий процесс должен быть наслаждением. В настоящий момент большинство клиентов находят меня в Инстаграме. Также свадебные съемки мне приходят от агентств, а еще хорошо, конечно же, работает сарафанное радио. Поймите прежде всего для себя, кого вы хотите снимать, какого клиента хотите видеть у себя на съемках, то и выкладывайте. Несложный алгоритм, кого снимаем, те и приходят. Сейчас проходит множество стильных воркшопов, посетив которые, для начала можно набить себе классного портфолио. Проситесь старым фотографам, более опытному профессионалу на съемке. Устраивайте свои личные фотосессии. Набивайте портфолио, потому что портфолио это как зачетка. Сначала мы работаем на него, потом оно работает на вас. Все просто. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если возникли какие-то вопросы, смело задавайте их в комментариях. Я постараюсь на все ответить. Также подписывайтесь на канал Викба, чтобы не пропустить остальные мастер-классы. И приходите ко мне на мастер-класс, вдохновляйтесь. Всем удачи. Blaze. Bitte. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...